Смотри, ты все-таки ушел, да, от вопроса, какие были просчеты. Не было у тебя просчетов? Вот именно если мы говорим про бахкомпот, вообще вот отдельно про эту историю. Я же ничего не считал. Я же ничего не считал. Пожалуйста, ну... Все, что делалось, все, что делалось, да, это делалось усилиями каких-то отдельных людей, энтузиастов, которые в разное время и были участниками группы, и фанатами, и приходили со стороны. Так, например, первый наш гитарист Юра Спиридонов, он просто кассету с первым альбомом понес в студию «Марафон». Были тогда «Союз», «Марафон» и еще какая-то. И это было как интернет сейчас. И кассета с пьяной помятой пионеровожатой мгновенно распространилась от Камчатки до Ужгорода. Вот. Но каким образом это монетизировать, ни я, ни Юра тогда не знали. Просто песни играли отовсюду, да, то есть изо всех ларьков. «Курящая мать», «Чесотка», «Мы не пойдем в кино», «Пионеровожатая та же». Вот. А мы смотрели на это, такие два художника, «Цветет медвяный вереск, но меда мы не пьем». И так длилось очень долго. Вот. Но пока действительно какие-то люди, ну, что-то, да, так сказать, вот как-то-то не стали аккумулировать. Вот. Группа «Бахыт Компот», я всегда отвечаю, ну, где вы, как вы, отвечаю, мы достигли вершин лондонского дна. Папаша Дорсет. Пигмалеон, я так говорил, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24».